всем привет привет с вами флешка и это женские игры и мы продолжаем геройничать на просторах тылара и да я решила начать запись здесь потому что мне очень очень понравился кадр оцените это заходящее солнце да кажется или восходящие я не могу понять восходящие или заходящие в общем цвета я тащусь я просто тащусь и мы отправляемся дальше в пике сосновые пики до замерзшие сосновые пики дабы дабы продолжить ряд испытаний и следующее испытание нам нужно должна дать уже лучезарная деньги так что давайте отправимся к ней и поговорить чем же она будет испытывать нас ну что ж лучезарная давайте поговорим с ней приветствую тебя вознесенный ваши предыдущие предыдущие испытания испытали твое тело но эти испытания испытания испытают ну в общем испытают твой разум ты готов совершить и мы получаем кстати 50 тысяч единиц об на усиление планарного слияния о планарном слиянии уже скоро уже скоро мы с вами поговорим это она нам станет доступны после 50 уровня хорошо хорошо согакуйте в общих чертах мы в этом ледяном дозоре наши мысли также острые как и наши лезвия наши клинки может так мы тратим проводим даже мы проводим нашу жизнь в изучении погружаемся наверное в историю прошлое на каких-то 500 лет в общем в глубокую историю мы погружаемся вы можете себя ассоциировать как при приключиться господи что и несет включиться в какую-то ветвь направление которые ездить и когда ты почувствуешь что ты духовно готов возвращать так поговорить с архивариусом арестой аналс это книги я так поняла потому что нам предлагают собрать книги и которые находятся в библиотеке изучите их и подготовиться к экзамену у ребята здесь много чти чтиво будет наверно давайте время на это задание и у нас здесь есть звездочка наверно нам вниз на распуститься это полагаю или все-таки собирать вот эти книжки библиотечные фолианта давайте спустимся вниз посмотрю что внизу происходит артефактик чем я только не занимаюсь лишь бы не учиться так сказать и еще а вот эти айс вот чистое подиум или уже на них мы будем отчитываться за наши успехи интересно у нас здесь два подиума мне кажется что они идентичны друг другу что-то я подозреваю то есть мы можем выбрать любой подиум и на нём уже отвечать на вопрос у меня есть такая надежда что у нас получится просто наугад выбрать ответы давайте попробуем сначала наугад а если не получится тогда пойдем читать книжки как-то так сбор что я собираю сбор сбор духовных сил наверное молится на что ли хорошо я ментально готова к экзамену духовно вот я духовно готова к экзамену я обычно ребят когда училась то у меня подготовка к экзамену как бы теоретическое это одно но у меня всегда присутствовала плитка шоколада с орехами да это у меня такой энерджайзер был который давал мне практически сдать любой экзамен на отлично ну и конечно же подготовка но я считаю что плитка шоколада с орехами в этом тоже играла не маленькую рот и давайте тогда поговорим с архиварисом я готова к твоим вопросам и так кто самый известный лучник из из села белого white hole короче из white hole давайте урили а это неправильно ребятки тогда я наверное я не буду вас мучить вот всеми этими книжными книжными заданиями я книжными заданиями господи прочтением всех этих книг я просто возьму еще раз задание у нее и пойду читать книжки господи все эти книжки посмотрим 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 что я смогу сделать итак ребятки я пробежалась по зданию и в результате я нашла вот четыре вот этих книжки но они находятся у вас в окне персонажа и здесь есть вкладочка книги в принципе хранятся все книги которые вы находите или вы можете найти как то так или только найдены это кажется только найденные книги и да и да и да эти книги переведены я тут пробежалась знаете так по диагонали по тексту и давайте теперь попробуем ответить на вопросы этого чувака а нам надо сбегать еще раз помолиться сейчас помолимся надеюсь в этот раз экзамен мы не провалим давайте поговорим с ним хорошо я готова кто как бы вернул на место ключ в темнице круто я прям с открытым да я прям с открытым заданием могу почитать книжку так сейчас я почитаю воспользуемся шпаргалками в общем это ротман уху а что достаточно было одного ответа да то есть я должна была прочитать четыре книжки дабы дать один ответ могли бы побольше вопросов задать у меня шпаргалки же есть давайте поговорим теперь с лучезарной янки хорошо вознесенный готов ли ты к последнему испытанию ты меня интригуешь дамочка вот-вот интригуешь по полной программе и давайте почитаем что она в этот раз от нас хочет итак твое первое испытание испробовала твой первый вызов хорошо пускай твой первый вызов испытал твое тело второй вызов испытал твой разум твой последний завершающий вызов испытает твой дух это это испытание пойдет не от нас а пойдет от тебя из изнутри на краю тарн клаудборн тарн этого локация какая-то ты ты сразишься ну короче станешь лицом к лицу а на краю ты увидишь отображение твоего желания присоединиться к ледяному дозору ты должен оставаться в отражении пока элементарий будут приходить к тебе со всех сторон пока тадеор не поможет тебе увидеть ложь внутри себя это это видение то что ты принесешь нашему орде то есть она предлагает мне разобраться в себе зачем мне это нужно зачем мне надо присоединяться к айсвочем хорошо хорошо если у меня выбор у меня наверное нету выбора мне надо отправиться на озеро да я правильно понимаю мне надо отправиться на озеро мне надо там где-то сесть и вот собственно принять принять видение которое мне придет и разобраться в себе мое ли это желание присоединиться к ордену или не мое так мне надо что у нее не получается сесть конечно ау я типа перенесусь куда-то очень интересно очень круто это круто это круто нам надо стать свидетелем видения то есть давай подойдем сюда и будем наблюдать за тем что будет происходить Я немножко отдалю, дабы было видно хорошо. Но почему-то ничего не происходило. Привет, круце! Дракончик. Нет, все-таки надо в кружочек вернуться и там, наверное, стоять. Ну, давайте понаблюдаем. Ну, мне бы хотелось что-то поделать. Ну, нам обещали, что элементали будут какие-то на нас нападать, но они... А, возможно, что-то происходит, ребятки. Shit. Ох, кто это? Это Ротгар. Нам надо убить Ротгара. Ну, это понятно, если он на нас нападает, то нам надо его убить. И, кстати, мой уровень понизили. Видите? Понизили мой уровень, дабы мне не так просто было. Все? И это все? Теперь нам надо описать наше... Наше видение лорду-защитнику. Возможно, надо вернуться. Или прям в этом измерении. Ну, пойдемте поищем в этом измерении лорда-защитника. И так через огонь. А, возможно, вот это и есть выход. Давайте выйдем. Да, мы так и выйдем. Очень интересный поворот. Они нас испытывают прям по полной. Это при том, что они... Ну, нам дали задание, наше командование. И мы, в принципе, его не сможем выполнить. Потому что они нам сразу сказали, что если они и примут, то примут только нас, а не весь наш народ. В принципе. Ну, уважение, конечно, стоит этого. Так что давайте продолжим. Что же он нам интересного даст? Вот когда вот здесь перемешку идут русские квесты с английскими, я перевожу на ходу. И, возможно, такой достаточно свободный перевод. И иногда, может, какие-то слова и неправильно. Но когда мы дойдем до уровня того, что уже все задания будут не переведены, ребята, я буду делать более такой грунтовый перевод. То есть, практически с домашним заданием. Наверное, на запись одной серии у меня будет уходить целый день. Чтобы красиво перевести все эти задания. И что же нам говорит наш лорд-защитник? Итак, Тедеор подарил тебе видение возможного будущего. То есть, это возможное будущее. Они здесь не придерживаются того, что будущее нельзя изменить. Возможное будущее. Твоё предназначение в присоединении к Дозору это предотвратить побег к Руции? Как-то так. То есть, Тедеор тебя предупредил. Тебе надо присоединиться к нам. Ну, в принципе, я не против. Я всегда за. И нам предлагают здесь выбрать шмоточку. О, кстати, неплохая шмоточка. Давайте возьмем эти штанишки. И все. Нет, еще не все. Еще какое-то задание нам дают. Давайте почитаем, что же от нас хотят они. Если ты хочешь драться на нашей стороне против миньонов Круции, возможно, приспешников Круции, тебе будет нужно оружие, соответствующее этому заданию. Оружие, вот эти оружейные печки славятся своим качеством, но усиленное оружие это предмет легенд. Чтобы сделать такое оружие, создание такого оружия, это личное путешествие. Я бы сказала, даже личное испытание. Привязки клинка к тому, кто его сделал. Такое особенное оружие нуждается в особенных материалах. Кровавое железо с кровавых... С железных... Кроваво-железных? Короче, кроваво-железных озер на северо-востоке от Whitefall. В общем, нас отправляют за кровавым железом, да? Хорошо, нам надо Blood Iron собрать 8 штук. Road Wisdom с воздушных рифтов. И Кровь Yeti надо собрать. Ну, так. Отправимся. Она что-то так мило нам говорит. Удачи вам. Итак, нам отправляют сюда. Сначала, наверное, за кровью Yeti. Ну, давайте, когда я доскочу, вернусь к вам. Воу-воу-воу! Пока я бежала к Yeti, мы получили достижение. Поисковое достижение. То есть мы полностью исследовали сосновый хребет. У-ху! Ура-ура! И я не понимаю, почему мне дали это достижение. Если у меня еще есть вот это серое пятно, куда мы так и не сходили. Но продолжим искать наших... Вот, не ты. Продолжим искать наших лахматиков. И я подозреваю, что они в пещере находятся. А я полезла прямо на гору. На гору полезла. А нам надо, наверное, в пещеру. Да, все-таки в пещеру. Давайте спустимся. Вот таким экстремальненьким способом. И кто здесь? Гуманоиды. Ну, гуманоиды так гуманоиды. Видимо, нам надо их зачистить и прорваться вглубь к нашим едюшкам. О, здесь сразу какой-то пылающий кристалл. Я не знаю, что это, я не знаю, зачем, но я его просто стыкжу. Потому что могу. Оу. Что-то на меня напало. Оу. Привет. Кристалл Вортекс. Я бы хотела сказать, что я не хотела собирать этот кристалл, но это неправда. Я хотела его собрать. Чего я буду тебя обманывать? Ой, артефактик, артефактик. Очень люблю артефакты. Ну, прямо очень-очень люблю артефакты. Ну, в курсе. Где же едюшки? Что, глубже? Что-то на меня... Что-то, что-то на меня здесь нет. Я не вижу едюшек, и меня это пугает. Мне кажется, что здесь все не так просто. Возможно, поиски этих лохматых снежных людей займет у нас некоторое время. Итак... Нет, здесь нету едюшек. Ну, а почему мне сюда показывают? Пугающий кристалл, дрова. Нет, это по другому заданию место. Я не знаю, почему мы, кстати, его не выполняли. Или мы выполняли, а я забыла. Мне кажется, что мы его не выполняли. Ну, в общем, давайте проберемся вот туда, к... К артефактику. Ну, что это такое? Я здесь, там... Нестабильный какой-то кристалл. Возможно, надо их потрогать. Может, эти появятся или что? Очень странная пещера. Как бы... Отличное место для того, чтобы... Запрятать здесь какой-то важный ингредиент для крутой. О, оружейки. И что? Нет, все равно эти. А, вот. Вот мне надо собрать кровь Йети из вот этих существ. То есть, вы серьезно? Я должна кровь Йети собирать? Да? Да? Я собрала кровь Йети с... С каких-то вообще элементалей. Логика... Здрасте, называется. Логика, здрасте. Хм. Загадочно, загадочно. И теперь нас отправляют вот сюда, дымушки. Хм. Я, наверное, туда доберусь и вернусь к вам. Ребятки, и в поисках... В поисках нужных нам ингредиентов я нашла еще два задания. Я считаю, что надо бы их взять, потому что... А ачивку за выполнение всех задателей этой локации я все-таки хочу получить. Во всей ледяной пустыне эти пруды единственное место, где нет вечной мерзлоты. Теперь мы знаем, что причина их образования – сильный жар, излучаемый адскими тварями. Приспособленные их... Приспособление их энергии для наших целей – единственный способ победить эту вечную зиму. Хорошая идея. Эти пруды уникальны. Богатая минеральными почвами... Почва... Минералами почвы была проморожена на века. Но сильное тепло от инфернальных... Приработало минералы... Переработало в богатый источник кровавого железа. Если вы соберетесь пособирать минералы, я знаю фармацевта, который в них очень... Ну, то есть, побочное такое задание, которое совершенно не мешает тому, что мы делаем, а еще и помогает нам. В общем, это, я так понимаю, минералы. Вот этих нам надо убить. Так что давайте приступим. Сколько нам их надо? Не буду добивать вот этого. Сделаю вот щит. И все. Все, какие они все равно надо добить. Мне надо какой-то щит, который бы дамажил в ответ на то, как меня бьют. Итак, по основному заданию нам все-таки надо собрать. Да. По основному заданию нам надо собрать. У нас, кстати, дамажит вот эта водичка. Или мне кажется? Ух ты. Привет. Ты какой большой. Умри. Какой большой тут вылез, понимаете ли. Нет, это все-таки их дебаффи мне дамажит, а не водичка. Так, это по побочному заданию. А это для основного задания надо бы собрать еще. Все, шесть. Так, быстренько. Отлично. Буквально два кусочка всковырнула и выполнила задание. Замечательно. Замечательно. Мне нравится такая скорая выполнение заданий. А вот этих придется добить столько, сколько надо. И помните, мы здесь пробегали... Или я... Нет, я кажется, на камеру это делала. Мы здесь пробегали и выполнили карнажки. Здесь еще и карнажки были. По крайней мере, на этих Василиска. Да, и задания на Василиска были. Так что... Так что все хорошо. Карнажки мы выполнили здесь. Отлично. Эти два задания мы выполнили. И давайте отправимся дальше. Дальше, дальше. По основному заданию. А эти мы потом сдадим просто по дороге обратно. Вот. Нам надо собрать... Все-таки кровавое железо надо собрать. Где-то вот там. Сядем на лошадочку. Что-то возле... Я помню. Что-то возле воздушных... Кристофа, наверное, говорила. Где-то здесь, да? Здесь у нас Василиски. Привет. Лизки-лизки-василиски. Ще. Деревяшки. Да, надо было еще чуть-чуть профессии прокачать. Все никак до них руки не доходят. Не вижу в них пока что большого смысла, поэтому руки не доходят. Вот я что-то вижу. Вот она, кровавый шлемер. Все-таки в пещере с Василисками находится. Давайте, давайте. Соберем. Еще и артефактик. Миленький. И поскольку по одному, значит, нам надо восемь штучек. Без вопросов, как говорится. Сейчас мы восемь штучек здесь и надыбаем. Мы собираем вас веском по самое... По самое не могу. По первое число отсыпем. Что, здесь еще какая-то руда или это не на карте показывает руду? У нас здесь цветочек, а там у нас кровавая руда. Или же за кровавой рудой может прятаться и моя обычная. Не исключено. Не исключено. Давайте попробуем. Добыча рудой, что я получаю. Я кровавую руду получила. А под ней находится просто обычная руда. Люблю я такие места. Дальше у нас опять Василисочки. Четыре из восьмых. Нам надо еще четыре штучки. Звуки какие-то странные слышу. Из пещеры доносятся странные звуки. Какой-то гул такой. Вообще неприродный. Как будто трансформатор работает. О, артефакт. Вот как-то на днях, честно для развлечений, знаете, во имя лута. Просто зашла в рифты своим основным персонажем. Бегала по локациям, которые очень быстро проходят люди. И в результате, ну, недолго там задерживаются. И я там просто бегала и собирала артефактики. Я не могла оторваться, понимаете. Потом еще и между серверами начала переключаться. Это так затягивает. Просто хомячизм очень заразен и прогрессирует на лицо. Эту, эту большую мама Василиска мы уже убивали. Кстати, я там хромовая шла. Но она уже нам не качает навык. Поэтому не будем на ней зацепливаться. Итак, нам надо закрыть 5 воздушных рифтов, ребятки. 5 воздушных рифтов. И суть в чем? Таких рифтов, которые приносят опыт. А вот это может быть проблемой. Потому что я 37 уровня. А они 32. Давайте я попытаюсь вот закрыть вот этот рифт. Посмотрю, засчитает ли он у меня. Если нет, то мне наверное придется в следующую локацию слетать. И позакрывать рифты, дабы выполнить это задание. Потому что выполнить его надо. И да, к счастью, к счастью, эти рифты все-таки нам приносят то, что нам надо. Так что мне осталось только закрыть еще 4 рифта. И я вернусь к вам. Так что я сейчас пойду по слезам и буду открывать... А я смогу ли я открыть воздушные рифты? Пошли экспериментировать, потому что... А что делать? По дороге к следующей слезе я все-таки решила выполнить задание. Они же здесь рядышком. Почему бы пробегать мимо? Эй, давайте. Невероятно, вы вернулись и даже не обгорели до костей. Я чувствую жар, который испускает элементальные искры. Дайте-ка их мне. Да, элементальные искры заключают в себе путь к выживанию. Грейтесь на здоровье, ребятушки. А ты что скажешь? Ну и богатая добыча. Я учуял их запах задолго до того, как вы вернулись в лагерь. Отличная работа, флешка. Сейчас я их подготовлю к транспортировке. Хорошо? Ну все, мы отправляемся по рифтам. И я надеюсь, у нас все получится. Что ж, ребятки, я еще не выполнила задание. Да, потому что мне приходится бегать по локациям, искать нужную слезу. Потом умением вот таким катализатор разлома открывать рифт. И, как видите, не всегда открывается воздушный рифт. И поэтому это занятие у меня может затянуться на несколько часов, которыми сегодня я не обладаю. Вот. Я между сериями закончу это задание. И уже в следующих сериях мы, наверное, уже там подведем итоги в Iron Pine Peaks в сосновом хребте. А на этом все. Спасибо вам, что были со мной в этих, надеюсь, увлекательных приключениях. С вами была флешка. И всем пока-пока. С вами была флешка.